Урал – территория с непредсказуемыми погодными условиями. Низкие температуры могут прийти неожиданно, поэтому готовность всех сторон к старту отопительного сезона должна быть обеспечена к первому сентября. Новоурайск активно готовится к холодам. В этом убедился первый заместитель главы администрации округа Вадим Хатипов. В первый день, 19 августа, комиссия побывала на муниципальном предприятии «Водогрейная котельная». В первую очередь оценили готовность к запуску самой котельной. О том, какие работы проделаны, рассказал директор предприятия Дмитрий Черепанов. Все регламентные работы, которые были предусмотрены графиками ПОФР и требованиями правил, выполнены в полном объеме. То есть мы можем продемонстрировать. Отревизированы насосные агрегаты. Своенную автоматику. Все готово. По котлам был тоже выполнен комплекс работ по ревизии систем КИПА, систем электроснабжения, горелочного хозяйства. То есть полностью выполнены работы по ревизии газоснабжения, это ГРП, газопроводы. То есть все работы в полном объеме сделаны. На сегодняшний день котельная готова к пуску. Проблема, которая ежегодно является основной – ремонт теплосетевого хозяйства. На сегодняшний день в городе выявлено 80 повреждений, в том числе на магистральных и внутриквартальных сетях, которые требуют ремонта в первую очередь. Работы ведутся усиленными бригадами, в том числе около дома номер 5 на улице Юбилейной. По результатам отрисовок было выявлено повреждение. Участок определили, отшурфовали. То есть работа осложняется, чем наличие коммуникации, других, условно говоря, организаций, электричества, газ. То есть сейчас отшурфуют, вынимать, будут смотреть кратер повреждения и определять способ устранения. Скорее всего это потребуется. Переукладка новой трубы достаточно усложнит. Вот такие у нас 90% повреждений, которые выявляются. Соответственно, работа, то есть быстро, как говорится, за один день они не делаются, к сожалению. Готовность к началу отопительного сезона проверили и в сельских территориях. Котельное в селе Тарасково работает в круглогодичном режиме. Все плановые работы здесь произведены. Впрочем, как и в котельной деревне Починок. Обслуживанием этих населенных пунктов занимается объединенная теплоснабжающая компания. Программа ремонтов практически на 98% выполнена. Остался маленький шаг, это в деревне Починок завершить ремонт тепловой сети. По Тарасково готовы мы на 100%. Значит, все плановые работы, которые мы предусматривали, в полном объеме выполнены. Что касается сельского жилого фонда, то и здесь все работы ведутся в срок. Управляющие компании, которых теперь здесь несколько, нашли взаимопонимание с ресурсоснабжающей организацией и планомерно проводят все необходимые работы. К примеру, промывки и подготовку документации. Готовность мы оцениваем порядка 90%. То есть на сегодняшний день осуществлена промывка с опрессовкой тепловых сетей внутренних живых домов. 100% проведена опрессовка успешно, промывка проведена успешно. 22 дома в сельских населенных пунктах находятся в управлении организацией «20-й микрорайон». Представитель этой управляющей компании представил собравшимся информацию о выполнении плана по подготовке к подаче тепла. На данный момент на каждый дом оформляется паспорт готовности и необходимые акты. А в целом в сельских территориях высокий уровень готовности к наступающим холодам. Об этом сообщил Вадим Хатипов, подводя итог первого дня работы комиссии. Также Вадим Рейсович дал оценку и тем показателям, которые на сегодняшний день есть в городе. Общая процентная готовность в принципе на Уральского городского округа составляет более 83-84%. Значит, сегодня мы посмотрели готовность и оценили источника водогрейной котельной. Источник готов по заявлению руководителя предприятия. До сих пор идут устранения повреждений по городу Новоуральску и по сельским населенным пунктам. Поэтому пока укладываем вот это вот, скажем так, процентное соотношение, там необходимые до 100. В основном это все типа сетевое хозяйство. Как подготовились управляющие компании, обслуживающие горожан, проверили уже на следующий день, 20 августа. Один из адресов – промышленная 4. Этот дом обслуживает организация «Западный район-1». Ее директор Елена Турцакова рассказала, что входит в перечень работ при подготовке к зиме. Стандартные виды работы, обязательные в летний период. Ремонт и кровель, ремонт и отмосток, ремонт и панельных швов. То, что вот самые наболевшие вопросы, особенно ремонт и кровель. Двери, ремонт дверей, утепление, остекление, как всегда. На этом доме тоже остекление выполнено полностью. Подготовка сетей, очистка подвалов и чердаков, подготовка рамок ввода, промывка, опорцовка. Ну, это стандарт, конечно же. Генеральный директор управляющей компании «Ареал» Василий Потапов также доложил о готовности. По его словам, дом номер 2 в 15-м микрорайоне готов на 90%. Такие же показатели и у других домов в этой управляющей компании. Опрессовки проведены, промывки проведены. Остекление недостающее восстановлено. На сегодня осталось только дождаться баканализ, то есть тоже сдан уже, собственно говоря, и оформить весь пакет документов. Все организации подтверждают готовность к началу отопительного сезона. При этом говорить о завершении всех работ можно будет только, когда все процессы будут зафиксированы документально. Холод в квартирах – это прямой путь к росту простудных заболеваний, что в сложившейся эпидемиологической ситуации может добавить работы врача. Поэтому тепло в квартирах новоуральцев может появиться раньше обычного. При этом руководство города будет все равно придерживаться существующим нормативам. Естественно, нормы никто не отменял. И есть технический фактор, который, возможно, не позволит запустить раньше, чем допустим. Кстати сказать, Новоуральский городской округ никогда, в принципе, не дожидался того самого режима, когда 5 суток плюс 8. Всегда прогнозировалось только, вот если есть прогноз на 5 суток и больше, даже при наличии там 2-3 суток, мы уже принимали решение и запускали тепловую энергию. Напомним, дата начала отопительного сезона в каждом из муниципалитетов устанавливается индивидуально. Тепло в жилой фонд и социальное учреждение должно подаваться, когда 5 дней подряд держится температура воздуха ниже 8 градусов Цельсия. Пока, по прогнозам синоптиков, подобные показатели ожидаются к 15 сентября. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги.